Добрый вечер, дорогие друзья! Действительно, сегодня первое число месяца Швата 5781. Наконец закончился тяжелый месяц Тевет и начался замечательный месяц Шват. И я напоминаю вам, что говорит и показывает всемирный центр Нейнуах из города-героя Вушалаема, разумеется, в широком смысле этого слова. И я напоминаю вам, что сегодня... А, у микрофона Йона Левит, за пультом НАТО 2. И мы с вами сегодня начинаем рамбома. И, естественно, об этом стоит немножечко поговорить. Почему мы тут в бригаде посоветовались и я выбрал рамбома? Потому что мне кажется... Что значит рамбом, кстати? Когда я говорю здесь рамбом, я имею в виду его фундаментальный труд Мишне Тора. Это огромный труд. Я вам приведу пример чисто арифметический. Здесь ровно одна тысяча глав. Это Аллаха, который установил рамбом по всей Торе. Надо сказать, что в нашей литературе есть только две книги, которые охватывают всю устную Тору. Это Мишна и вот то, что рабом написал Мишне Тора. Понятно, что я не собираюсь излагать с вами всю эту книгу по той простой причине, что она чрезвычайно велика и по той простой причине, что она не всегда релевантна для нас, то есть для движения. Не все здесь является актуальным. Есть очень много подробнейшей и специфической аллахи, которая касается только евреев, и она нас интересовать на данном этапе не будет. Кто хочет, пожалуйста, можешь почитать сам. Мне бы хотелось на протяжении какого-то времени сделать некий не то чтобы обзор, а какие-то основы очень важные для всех, познакомиться с ними именно из того, как рамбом излагает это здесь книги Мишне Тора. И недаром же первая глава, первые главы, которые, с которых он открывает эту книгу, называется Ильход Есуде Тора. То есть речь идет об основах Торы. Еще до того, как начать давать практические указания. Знаете, Аллаха – это практическая вещь. Делать так, не делать так, сколько, где, когда. У рамбома есть свой подход. Он всегда предваряет некие теоретические принципиальные основы, чтобы мы имели понятие, о чем мы говорим. Как, например, когда рамбом объясняет, надеюсь, что мы дойдем до этого, рамбом объясняет, например, все, что касается Туалаху, те законы, которые касаются борьбы со водой за рой, светлопоклонства. Там рамбом не просто говорит так-то, так-то. Он дает нам некую историческую справку, объясняет нам, откуда взялась вода за рой, каким образом она произошла. И поэтому, что мы с ней, что мы по отношению к ней делаем? Знаете, у рамбом всегда есть, прежде всего, некое теоретическое объяснение, принципиальное основное вступление, а потом он уже переходит к деталям и всякого рода детализации. И поэтому сегодня мы с вами начнем и посмотрим как раз первую главу, с которой, собственно, рамба мы начинает, первая глава, первой части, первой книги. И эти главы объединяются общим названием «Основы Тора» или «Ход Ессо Дея Тора». Давайте посмотрим, с чего начинает и что пишет нам рамба. Надо сказать, что вообще это очень важно, поскольку я знаю, что мы часто, у нас у всех людей, которые очень хотят изучать Тору, иудаизм, у нас у всех есть невероятное стремление углубиться и расшириться с предельной силой. И это хорошее и правильное стремление, но иногда, иногда мы забываем освоить именно основы фундаментальные. И часто это похоже на то, как человек строит небоскреб, а фундамента настоящего он не вырыл, не заложил то, что нужно, и небоскреб этот может в один не очень прекрасный день рассыпаться, поскольку нет у человека базисных фундаментальных представлений. Поэтому мне кажется, что стоит уделять самое большое внимание прежде всего основам, фундаментам, тому, с чего начинается. Казалось бы, вещам простым, элементарным, а потом вдруг видишь, они очень-то они элементарные, не очень-то они ясные. Оказалось, что люди могут запутаться в этих вещах. И вот поэтому мы сегодня с вами займемся этими фундаментами, этими основами. Итак, глава первая, Аллаха номер один. Основа основ. Смотрите, как Рава начинает. Основа основ. И столб мудрости, это опора мудрости знать, что существует первый, то есть имеется в виду первая причина. И он создал все существующее. И все существующие от неба и до небес, и все, что между ними, все оно существует из-за того, что он все это создал. То есть все это существует от него, он корень, он причина, он источник. И если ты подумаешь, если можно подумать, говорит Рава, что он не существует, можно как бы теоретически представить, творец не существует. И тогда никакая другая вещь, то есть никакие другие, никакие творения не могут существовать. То есть если его нет, то ничего нет. А наоборот, если ты представишь, что все, все существующее кроме него исчезло, он будет существовать и ничего от него не убавится, потому что все существующие, то есть вся реальность, они нуждаются в нем. А он благословен, не нуждаются ни в ком, ни вообще в них, ни в ком-либо из них. То есть, говорит Рамбов, если ты представишь, что ничего нет, он существует. Если ты представишь, что он не существует, ничего нет. Эта картина немножко, конечно, схематичная. Тем не менее, я думаю, что она очень проясняет мозги. То есть вроде бы вещи простые, а на самом деле не такие простые. То есть, когда мы видим человека, который встречается с миром. Мир этот огромный, мир этот невероятный, мир этот противоречивый. Это люди любят говорить, вот знаешь, посмотри на небо, какая гармония, посмотри на горы, какая гармония. Ну, во-первых, гармония это на первый взгляд. Начинаешь немножко углубляться, ты видишь, что между небом, что между землей и небом, как правило, происходит война. Ну, ладно, там в природе ты еще можешь найти какие-то идиллические картинки, где человек не влез. Ладно, но если ты посмотришь на жизнь человека, то это просто одни сплошные войны. Все против всех, все разрушают все. И главное, человек разрушает все окружающее, и самого себя. И люди проводят время в борьбе. Но не только люди. Повторяю, когда ты начинаешь углубляться, ты понимаешь, что и в природе есть война. То есть, когда я смотрю на окружающий меня мир, у меня не возникает впечатления единства и гармонии. Все что угодно, но и не единство и гармония. Я уже не говорю о том, сколько страданий в мире, что это просто можно пойти и сойти с ума. И поэтому человек, который смотрит вот так просто на окружающий мир, без предварительных знаний, он, конечно, не видит никакого единства и гармонии. И поэтому Рамбам говорит, знай. А, кстати говоря, надо понять, откуда у Рамбама эти знания. Он же не философ, как некоторые думают. Рамбам не философ. Рамбам, он ученик пророков. Пророки нам от Мушерабейну и до Малахи, они нам все время говорили, знайте, Ашем источник всего этого. Он установил весь этот мир. Он создал весь этот мир. И несмотря на то, что ты видишь противоречия и войну, знай, за всем этим стоит единый источник. Для этого нужно пророчество. Сам по себе человек никогда бы не пришел к такому мнению. Кстати, интересно, если вы посмотрите на Мидраши, которые излагают поиск нашего отца Авраама, то Мидраши говорят очень интересную вещь, что Авраам все время искал, где же этот источник и руководитель мира. То солнце, то луна. И он остался в недоумении. И тогда Ашем сказал ему, я здесь заведую всем этим хозяйством. Понимаете? То есть, Мидраш рисует не то, чтобы Авраам сел и дошел до этого своим умом, а он остался открытым. Он не пришел никаким выводом, потому что, когда ты смотришь на мир, ты не можешь пройти никаким выводом гармонии единства. И тогда Ашем ему сказал, ау, я здесь. А, ну тогда другое дело. Поэтому все те сведения, все те знания, которые Рамбам здесь нам излагает, понятно, не являются плодом чьей-то философии, уж, конечно, не Рамбам, а это сведения, которые мы получили по традиции от пророков. То есть, все, что мы знаем и все, что мы верим, основано на словах пророков. На Торе Муше, который вообще был суперпророк, ну и на всех остальных тоже, которые, конечно, с Муше не сравниваются, но, в общем-то, неплохо бы нам было подойти близко к самому маленькому из всех пророков. Я надеюсь, что они меня не обижают. Пункт второй. А, это уже не пункт второй, это уже пункт чуть ли не четвертый. Поэтому его правда не такая правда, как их всех. То есть, что значит правда, здесь Рамбам имеет в виду не в смысле правды, а в смысле его абсолютное существование. Потому что сказал пророк, это Ермияву, что Ашем Элогим Эмет. То есть, только Всевышний является правдой, абсолютной. Здесь как раз, я хочу поправиться, здесь как раз, да, Рамбам хочет показать именно слово, проорюстрировать термин правды. Обратите внимание, говорит Рамбам, он, и только он Эмет, то есть, абсолютная истина, и нет никого другого, как он, по этой истинности. И это то, что Тора сказала, нет кроме него из книги дворей, имеется в виду, что никто другой, кроме него, не является истинным. Рамбам здесь объясняет это слово истина в значении абсолютное существование и абсолютный источник существования. То есть, так как он не зависит ни от кого-то, он существует, про него сказать слово существует невозможно, но других слов нет. То он существует по-настоящему, понимаете? Настоящее существование – это то, которое не зависит от других. Я не имею такого абсолютного существования, потому что в момент, когда источник мой прекратит подпитку, все, в этот момент я перестану существовать. И в любой момент я существую только потому, что Творец сдает мне жизнь. Каждую данную секунду, каждый данный момент. Но мое существование не является автономным. Вот это он хочет сказать. Обратите внимание на эти слова Ермияу, что Ашем и Лухим имеют, то есть, только он имеет. Все остальные, и я имею в виду уже в отношении истинности и правды, то есть, все остальные истины, они частичны. Только он является абсолютным и охватывающим всю правду. Аллаха. Номер пять. И вот этот вот существующий, он и Лухим мира, то есть, управляющий, господин Земли, который… Здесь Рамбом, я предупреждаю сразу, использует термины из физики средневековой, которые сегодня не используются, но это в его время. Есть такое выражение средневековой философии понятие «гальгаль». Что такое «гальгаль»? Они представляли себе, что есть вот то, что мы видим, этот небесный свод, это такой сферический купол, как бы по нему движутся звезды и планеты. Понятно, что эта вещь давно уже археологическая, но термин Рамб употребляет, потому что это время, в которое он живет, и он пользуется своими современными терминами. И он говорит, вот этот вот купол «гагаль» движет его, а у него такой силы, у которой нету предела. И движения этому нету предела, потому что вот этот купол, он крутится все время, этот свод, назовем его так, и он его крутит, и он не может крутиться без того, кто бы его крутил, и он благословен его, благословен, он крутит его, вертит его без руки и без тела. То есть Рамбам сразу же хочет отнести, убрать все те представления примитивного воображения, что Ашен как бы чем-то крутит этот купол, этот свод. Понятно, то есть что Рамбам хочет сказать, переводя на нормальный сегодняшний язык? Знай, что мир этот существует только потому, что Творец дает ему силу, он ему дает движение, без него бы это ничего не существовало, у него самого нет никаких определений и границ. И знание этого, продолжает Рамбам, это Митсват Асе, как сказано, «Анохи Ашем, я Ашем твой лугин». И всякий, кто подумает, что есть там другой лугин, кроме него, он нарушает запрет лёта Асы, как сказано, не будет у тебя и лухим другим перед лицом моим. То есть человек, который начинает думать или считать, а может быть их там не один, а двое или больше, о, говорит Рамбам, он уже отрицает главное, отрицает главный принцип, на котором все построено. То есть все мировоззрение иудаизма построено на том, что есть единый Творец, он единый и единственный источник всего, он всё создал, он всем движет, он всем управляет. И всё, что ты видишь, несмотря на то, что, казалось бы, мы действуем автономно, да, видишь, и люди, и животные, да, но знай, что это только потому, что каждую секунду он даёт нам жизнь. Понимаете, это не то, что вот создал, и он поехал, нет. Потому что даже если человек создан, всё равно ему нужно всё время давать существование. Человек не робот, да и робот нуждается в существовании. Вот это Рамбам всё время подчёркивает. Сейчас он будет обсуждать разные стороны единства. Этот, говорит, Илухим, он один. И он не два и не больше, чем два. Но это единство, это не как единство одного из предметов, которые в мире. То есть Рамбам говорит нам, смотри, он один. Почему мы говорим о нём, что он один? Не потому что это выражение к нему может иметь какое-то, секундочку, имеет какое-то отношение. Это слова человеческие, мы по-другому не можем сказать. Но не думай, говорит Рамбам, он всё время возвращается к этой мысли, что единство Творца – это так же, как ты можешь сказать, например, о каком-то предмете, что он один. Это другое единство, это единство абсолютное. И это не что-то одно из какой-то категории многих. И это не как одно из тел, которое делится на разные части и на разные детали, и на разные составляющие. Но его единство – это единство, которого нет в мире. То есть его единство абсолютно – это такое единство, которое не предполагает каких-то других предметов. То есть когда мы говорим «вот это одно яблоко», то мы имеем в виду, что есть другие яблоки, а это одно из яблок. Оно одно, но это не единство Творца, простите за сравнение, потому что у него нет других каких-то аналогов, из которых мы можем сказать, что вот он один и немного. И у него нет границ, и у него нет составляющих частей, и его невозможно измерить. Сейчас Рама об этом и говорит. Если бы было много, Илухима говорит, то они были бы телами, потому что когда мы считаем что-либо, то они отличаются друг от друга тем, что происходит с телами. То есть когда у тебя есть разные предметы, то они отличаются друг от друга местом, состоянием, весом и так далее. И поэтому если бы Творец был тела, то у него была бы граница и определение, то есть какие-то границы. Потому что невозможно быть телу, у которого нет границ. А все, что у него есть граница, есть граница, то есть ограничение его силы. Иными словами, говорит Рам, у Творца нет ограничений его силы. Нет никаких рамок, никаких определений, никаких составляющих и никаких аналогов какого-либо тела. Может быть, вам покажется, что вещи эти простые. Кстати, не совсем простые, потому что, например, единство часто мы воспринимаем как арифметическое. Один. Здесь единство абсолютное. Это означает, что и у него нет никаких составляющих. Понимаете, когда у тебя есть предмет, например, возьмем вот эту ручку. Она одна, но у нее есть колпачок, у нее есть вот этот сам наполнитель, у нее есть чернила, вот это перышко, которым она пишет. Понимаете? То есть у нее есть составные части, его можно разобрать. Творца нельзя разобрать. У него нет частей, у него нет границ, нет аналогов, и поэтому не может быть никаких определений, ни начала, ни конца. Это не совсем не такие простые вещи. Часто, когда люди говорят, думают о единстве Творца, они представляют себе это довольно примитивно. Так что, я думаю, нужно тут уделить время тому, чтобы обдумать, что говорит нам Рамбал. А мы сделаем лыхай. О, это сок. Ухо-то, вроде, куда, обшир. Изумительный сок. Илухин наш благословенно имя его, так как сила его не ограничена и не прекращается, потому что он все время, опять равно мы используем термин, крутит вот этот вот купол, сферу. Нет у него силы, как сила тела. И так как он не тело, не могут иметь к нему отношения никакие термины, которые относятся к телу. Он не может быть разделен, не может быть отделен. И поэтому он един в абсолютном смысле этого слова. И знание этого является митцвой, заповедью Асе, как сказано, Ашем и Лухейну Ашем и Хат. То есть, шма Исраэль, слушай Израэль, Ашем и Лухейну Ашем и Хат. То есть, знай, что он, обратим внимание, не только один, но и един. Не только один количественно, но и един качественно. Вот здесь есть важное отличие нашего монотеизма от ислама. Ислам, он все время нажимает на то, что есть только один Лухин, нет другого. Но это, я бы сказал, количественный монотеизм. А монотеизм Израэля, говорит, он не только один, но и един. Ашем и Лухейну Ашем и Хат. То есть, и Ашем, качество милосердия, и Лухин, качество суда, это один Аш. Он не только один по количеству, но и един. То есть, от него происходит все, и он проявляется во всем, является источником всего. И вот сказано в Торе и в пророках, что у Всевышнего нету тела. Как сказано. Что Ашем, он и Лухин на небе, наверху и на земле внизу. Книги двоих. А тело не может быть сразу в двух местах. Интересно, кстати, заметим, что согласно сегодняшней квантовой физике, если мне будет позволено говорить на эту тему, в которой я мало что понимаю. Но я так понимаю, что там и может быть ситуация, когда частица одновременно находится в двух местах. Но это не физика рабовая. И сказано, ведь вы не видели всякую картину. И сказано, с кем вы меня сравните, кому вы меня уподобите, я сравнюсь. Это пророк Ихшаяу. А если бы он был тело, то он был бы похож на другие тела. И видишь доказательство, что он не тело. Почему Рамам это пишет? Потому что, вероятно, были по этому поводу другие мнения, я говорю. Поэтому то, что сказано в Торе. А в Торе есть полно всяких родов антропологических, очеловечивающих высказываний. И Рамам сейчас приведет. Под его ногами в книге Шмот написаны пальцем и луги. Или рукашем, или глазашем, или ушиашем. Тора полна этим. И все подобные вещи. Говорит Рамам, а что же это такое тогда? Все это говорится только потому, что люди могут это воспринимать. И то, что они знают, это тела. И то, что с ними происходит. И Тора говорила человеческим языком. И все это только пример. Как, например, сказано, если заострю я блеск моего меча, разве есть у него меч, и разве мечом он убивает? Понятно, что это пример, и все пример. Поэтому, говорит Рамам, когда ты видишь в Торе такого рода человеческие выражения, ты понимаешь, там, рукашем, или глазашем, ты понимаешь, что все это примеры для того, чтобы объяснить человеку, что Творец управляет миром. Но понятно, что нет у него глаз, как наши глаза, нет у него ушей, как наши уши, и так далее. И свидетельство, говорит, этому тому, что пророк один говорит, что видит Всевышнего, как одетому, как будто бы белоснежную, снежную такую белую одежду. Да, это в Даниэле. А другой видит его, это Ишаяу, не верите, это звучит хамут с бгадим и ботсра, то есть человек, у которого испачкана одежда после того, как он давил виноград. Понятно, что все это примеры. И Мушер Абейну сам видел его на море, как герой войны, которую делают. А у Синая, как Хазан Шлег Цибур, который укутался в Толит. Здесь Рамбам использует медрашик, медрашик соответствующий. То есть это говорит тебе о том, что нет у него на самом деле ни образа, ни формы. А все это только в пророческом видении. Обратите внимание, Рамбам говорит, смотри, да, пророки видели его так. Например, Ишая увидит Всевышнего, сидит на престоле, вокруг него ангелы и так далее. Это правда и неправда? Конечно, правда, говорит Рамбам. Но это пророческое видение. Это не означает, что такова объективная реальность. Невозможно увидеть Ашима, мы сейчас увидим, познать его и так далее. Но в пророческих видениях таким образом открывается пророком. И есть смысл у всех подробностей этих пророческих видений. И поэтому, зная, что по правде человек не может по-настоящему познать и постичь Творца. И об этом сказала Тора, вернее, не Тора, сказала эта книга Йов. Разве границы или границы лугим ты найдешь? Ты до предела его найдешь? То есть, Йов говорит, один из героев книги Йов говорит, ты не можешь познать Творца. Не можешь. Ты можешь познать его проявления, но его самого невозможно. О нем самом мы ничего не можем сказать. А дальше говорит Рамбом, а что это? Как это объяснить, что Муше сам просил постичь Творца на горе Синаито? Это в книге Йов, 33 главе. Покажи мне свою славу. Он хотел узнать сущность Творца. Понять его. Чтобы это было у него так, как будто бы он... И чтобы он мог уже ни с чем это не перепутать. Как человек, который ни с чем не перепутает личность человека, которого он видел один раз и хорошо запомнил. Чтобы он полностью был индивидуально его пониманием. И также Муше хотел понять реальность Творца. Чтобы он запечатлелся у него так, чтобы было полное отличие от всего другого. Пока не дойдет вот эта полная его сущность. Я ответил ему Всевышний, что не может человек, когда он живет, познать. Мы с вами говорим. Ле Иране Адам Вахай. То есть все то время, пока человек живет в физическом теле, он не может познать Творца по-настоящему. Поскольку он ограничен. Из этого можно понять, что, вероятно, когда человек освобожден от тела и так далее, познание Творца более обширное. Но это, как говорится, доживем, видим, спешить не надо, торопиться не надо. И сказал ему, сообщил ему Творец то, что не знал человек до него и после него. В такой степени, что он постиг Творца так, чтобы действительно ни с чем другим невозможно. То есть он абсолютно индивидуально запечатлился. То есть, что Рамбам хочет сказать? Смотри, Муше не постиг сущность Творца, это невозможно. Но все-таки что-то он постиг, чего другие люди не постигли. Иными словами, помните, у Муше там светилось лицо его, когда он не знал. То есть Муше вышел на такой уровень незнания, когда дальше познание невозможно. То есть я не знаю Творца по невежеству, я недостаточно учился, я не пророк и так далее. А Муше вышел на такой уровень, что дальше нельзя было познать уже по определению человека. Но все-таки его незнание Муше вывело его на гораздо более высокий уровень, чем знание любого другого человека. На что это похоже? Он не увидел как бы его лицо, но сзади, опять же эти термины, относительно его как бы увидел. Там написано, и увидишь меня сзади, а лицо мое не увидишь. То есть есть некое познание, которое ты все-таки сможешь познать, но не то, что ты просил, поскольку это невозможно по определению, пока человек в теле. И так как выяснилось, продолжая Творец, нет у него тела, естественно, никаких качеств, никаких категорий, относящихся к телу, нет никакого несочетания, никакого разделения, ни размеров, ни подъемов, ни спусков, ни правая, ни левая, ни лица, ни сзади. Все эти вещи, примеры, ни сидения, ни стояния, и он не находится во времени, чтобы у него было начало или конец или какой-то возраст. Он не изменяется, потому что нет ничего, что могло бы способствовать его изменению. То есть Творец, он вне всех этих категорий, ни с чем его нельзя сравнить. Поэтому, когда мы говорим про его единство, надо понимать, что это такое единство, которое в нашей реальности человеческой не существует, мы не можем его ни с чем сравнить. И понятно, что нет у него ни смерти, ни жизни, как жизнь живого тела, и нет ни глупости, ни мудрости, как мудрость человека, ни сна, ни пробуждения, ни гнева, ни смерти, ни радости, ни печали, ни молчания, ни разговора, как человеческий разговор. То есть все эти вещи используются, знай, действительно, проволоки пользуются этими терминами, но просто знай, что все это проявление Творца, которое ты не можешь сравнить с нашим. Он говорит, но не так, как мы говорим, он мудрый, но не так, как мы мудрые и так далее. То есть знай, что это все вещи, которые совсем невозможно с чем сравнить. Поэтому так сказали мудрецы, наверху нет ни сидения, ни стояния, ни сзади, ни впереди. И так, как эта вещь такова, говорит Рамба, и все эти вещи, и все, что сказано в Торе, и слова пророков, все это пример. То есть, когда ты видишь, что Тора в пророке использует всякого рода выражения, что он смеется, или у него рука и так далее, понятно, все это примеры. Как, например, сказано, сидящий на небесах будет смеяться, или они гневали меня своими глупостями, или как радовался Ашем и так далее. Все это по этому поводу сказали мудрецы, слова Тора говорила человеческим языком. И также он говорит, меня бы рассердить. То есть, понятно, что все эти слова не пусты, они означают проявление Ашем. Например, он гневается. Понятно, есть гнев Ашем, но не думаешь, это наш гнев, что он сам сердится. А это такое проявление, это называется гнев. Поэтому он говорит, это в книге Мелохим, а не Ашем Лешанити, то есть, я Ашем не изменился. И все эти, и все, и все то, что написано в том, что он гневается или радуется. То есть, если бы он гневался сам и радовался, получается, что он меняется, а он сам не меняется, повторяет его проявление. И все эти вещи, они характерны для тел. То есть, все вот эти вот реакции, гнев, радость и прочее в нашем человеческом понимании, характерны это все для человеческого тела. Мы живем в теле материальном, основа которого в земле. А Всевышний, он выше всего этого. Повторяю, это не пустые слова, когда пророки говорят, что он гневается или он радуется и так далее. Это его проявление. Но это не он сам, о нем самом мы ничего сказать не можем. Это то, что Рамбом разъяснил нам здесь в первой главе. И есть ли у вас вопросы? Я вижу, что вопросов нет. Я прав? Ну, как-то все ясно. Наверное, мы уже читали. Отлично. Если все это вам ясно, я очень рад. И тогда в следующий раз мы продолжим. Окей, мы на этом закончили. Всем счастливо и пока.